Поля в клуб Айти-яйти-яйти-нет, но вы снова в Блев-клубе Вы знаете, через несколько дней будет замечательный праздник, который ворвался в нашу сумасшедшую жизнь Это 14 февраля, день Святого Валентина А как известно, Святой Валентин это покровитель влюбленных всего мира И я, например, рад, что это замечательный повод лишний раз сделать подарок своим любимым И вы знаете, вот как раз за подарками я приглашаю вас в магазин нашего спонсора А наш спонсор сегодня это Торговый мир Светлановский, который находится по адресу проспект Энгельса, 29-1 Это европейского уровня галереи, в которой находится более 50 современных салонов В которых можно купить шикарную и практичную мебель, бытовую технику, товары для дома и для семьи Товары для спорта, нижнее и верхнее белье И, конечно же, там можно хорошо отдохнуть, потому что там есть кафе, там можно припарковать машину Там можно, кстати, купить продукты И каждую субботу в 18 часов там проводятся показы мод Итак, наш сегодняшний спонсор Торговый мир Светлановский, проспект Энгельса, 29-1 Всего в пяти минутах ходьбы от станции метро Удельная А играть сегодня в Блев-клубе накануне Дня Святого Валентина будут очень любимые вами артистами И самое главное, что они очень любимы мной, потому что о них можно говорить долго и можно говорить очень хорошие слова Ну, например, вот сейчас за игровой стол нашего Блев-клуба выйдет артист, который в кино, ну, вы знаете, запомнился лично мне таким веселым, озорным пареньком А в театре, наоборот, это были очень серьезные и глубокие работы Но вообще, я думаю, что вся страна его помнит лет 15 назад, когда он пел просто замечательную песню Она неслась из различных окон, из дверей наших комнат, потому что это была песня На недельку до второго я уеду в Комарова Вы, наверное, уже догадались, что сегодня в гостях у Блев-клуба Игорь Скляр На недельку до второго я уеду в Комарова Я за то, что в синем море Кто? Гертанули! Кто? Корабли! Хорошо! Игорь Скляр! Здравствуйте! Ну что ж, замечательная песня, Игорь, добрый вечер! Я, честно говоря, очень жалею, что Василий вот сегодня не пришел вместе с тобой Я так понимаю, что он, наверное, уроки делает на понедельник, да? Он накатался на коньках, носка, и теперь делает уроки Вот, Игорь, ну вот на самом деле, я хотел спросить, у Вас дома есть вот животное? Какое-нибудь? У Васи же рассказывал Ну, рыбки, я так помню, там, да, которые плывают, заплывают, да, через ванну Через дырку в ванну Не, ну не появились какие-то другие? Нет Ну вот я понимаю, что вообще, конечно, вот дарить животное, животное прямо на передаче, это, конечно, ну, бывает так, что совсем не нужно Но, в принципе, я сегодня вот, Игорь, хотел бы спросить, веришь ли ты, что я тебе подарю животное? Ну, даже если это животное будет тебе не нужно, в принципе, я дам тебе адрес в зоомагазин, и ты сможешь его отнести туда-обратно Если действительно это животное тебе не нужно, потому что вообще это животное, когда вот оно появляется дома, оно рвет все Оно рвет шторы, все ломает, обои, разбивает практически все То есть это обезьянка Веришь ли ты, что я тебе подарю говорящую обезьянку? Говорящую обезьянку, да? К тому же еще, раз у нас такая семья музыкальная, так еще и поющая Ну? Нет ничего Я говорю, давай, я ради тренировки ничего не скажу, я промолчу Да? А я действительно подарю говорящую, да еще к тому же и поющую обезьяну Что-то он цепочкой тут заел такой Вот такая вот обезьянка, Игорь, и подарок Я даже не знаю, кому, супруге, тебе или Василию В общем, у Вас в доме еще появился вот такой вот зверек Спасибо большое, спасибо Гавайский Придется переручать его к скотину без рук Спасибо, Сергей Теперь, собственно, не-не-не, теперь твой розыгрыш А, твой, да Значит, вот видишь у меня гитара, да? Ага У меня есть два для тебя Какой ты выбираешь, первый или второй? И первый, и второй Оба вместе Оба вместе, да Я однажды в одном переходе видел однорукого музыканта, который играл на гитаре И при этом пел Я долго не мог понять, веришь ли ты, что я в конце концов научился играть одной рукой на гитаре Я не верю, что это так можно Можно, хотя... Сейчас попробую Замечательно, а второй какой розыгрыш А второй, в другом переходе я встретил еще одну Ты вообще без знакомого Да, у него, к сожалению, ни части тела не было Но и гитары тоже у него не было И он пользовался только тем, что, значит, у него вот руки были, шапка с деньгами Вот, и все И он играл и пел при этом Веришь ли ты, что я могу без... Я могу тебе отдать гитару, пусть она висит, я не буду трогать Я вот этими руками тебе сыграю какую-нибудь популярную мелодию Ну, хлопая в ладоши Веришь? Ну, не верю Не верю, я сегодня буду не верить Это будет мелодия, это не просто... Ага, ага То есть, не верю тогда, конечно Игорь Скляр! Игорь, пожалуйста, занимай место за нашим игровым столом С большим удовольствием сюда, за игровой стол нашего блевклуба Я приглашаю, ну, ну и очень любимого артиста Тем более, что я считаю, что года два или три назад Ну, я считаю, что вместе с ним и еще с одним тоже очень известным артистом Нам удалось разыграть практически весь город Он всегда очень веселый и очень смешной Потому что это народный артист России Михаил Светин! Я понимаю, что я даже вижу, что я как бы, я так это... Очень неожиданно... Добрый вечер! Я сейчас обезьянку отдам, это обезьянка Игоря А то... Да, пора домой уже ехать Михаил Семенович, ну, я как бы должен вас обмануть, да? Ну, давай попробуй, давай Да, вот, ну, на самом деле, вы представляете, что такое кредитная карта? Что, ни разу не видели, что ли? Ну, такие, знаете, вот такая просто карта, вот такая вот кредитная карта, да? Вот такая вот... Ну, обычно вот такая она, вот такого размера приблизительно Вот такая, Миша, вот такая Да, вот как эта карта, то есть такая вот карта, по которой, в принципе, можно в любом банкомете города получить там валюту, рубли можно получить Есть еще дисконтные карты, сейчас очень много, например, можно пойти в любой магазин, и у вас есть дисконтная карта Дисконт это по-русски скидка, вот Михаил Семенович, собственно говоря, я еще хотел спросить Так вот, вот такая вот кредитная карта, а в ней, в ней фонарик, вы верите в это? Я сам вообще даже не подумал, тебя спросил То есть, карта кредитная, вот, а в ней фонарик А, ну, фонарик это чтобы освещать, освещать, знаете, дорогу там, допустим, куда ключ ставить Ну ладно, верю сейчас, давай, верю Правильно делайте, потому что подарки, я так понимаю, делать приятно Смотрите, вот дисконтная карта, а в ней, вот тут есть такая специальная штучка, пресс называется, вы на нее нажимаете, смотрите Ёлки-палки Вот это же действительно, ёлки-палки, а! А пропускать, а то можно в магазин ходить? В магазин? Не знаю, но зато на темной лестнице вы... нормально Ага, понятно Теперь, собственно говоря, ваш розыгрыш, кстати, в карман очень удобно входит, правда? Да, очень Слушай, Серёжа, вот я тебе так скажу, я вот тут, я вижу, всё это делал, я тебе скажу так честно Мне тебе нечем разыгрывать, я тебе просто прошу Скажи, пожалуйста, веришь ли ты, что я вот сейчас могу вскочить на этот стол, потом спрыгнуть со стола вот там и пройтись на руках один круг? На руках? Да То есть вот так вот, да? Да, ноги на вверху, руки внизу То есть это как бы... Всё как бы, ну прыгаю вот так, разы, и пошёл вот вокруг Ну Михаил Зевёздович, я, вы знаете, не верю Ну правильно, что я сумасшедший тут Михаил Светин, пожалуйста, занимайте место за нашим игровым столом С большим удовольствием, что да, за игровой стол нашего Блев-клуба Я приглашаю артиста, которого я запомнил, потому что он однажды в Блев-клубе, ну классно просто, я считаю, меня разыграл Он принёс какой-то гигантского, гигантских размеров презерватив Это был наш самый, ну я считаю, да, действительно, для бегемота Он сказал это для бегемота, такой просто огромный презерватив Ну и кроме того, я знаю, что мы, действительно, мне приятно, что мы играли с ним в одной команде в баскетбол Хотя, понятное дело, что когда он сейчас выйдет, вы поймёте, что непонятно, что я делал на баскетбольной площадке Потому что это Сергей Мигицко Сергей, добрый вечер, добрый вечер Во-первых, презерватив был не бегемот, а... Чего? Сергей, ну на самом деле, я так знаю, что, вот ты же ещё играешь в футбол И, по-моему, даже Игорь, он входит в эту команду, да, вот футбольную, да? Вот, и вот вопрос-то, я почему, как бы, презервативы начал? Вот веришь ли ты, что сейчас стали уже выпускать презервативы... Что, футболисты играют в презервативах? Не-не-не, что стали выпускать презервативы под названием «Зенит» То есть «Зенит», вот наша футбольная команда, питерская команда, презервативы «Зенит» называется Вы понимаете, я ведь болельщик серьёзный Да, я понимаю, что ты серьёзный Я сейчас позвоню в клуб, и скандал начнётся Нет, этого быть не может Не, веришь, а это действительно так, и я с большим удовольствием отплать кузаки В презервативах В магазине купил Да ты сейчас открываешь, зерёб Ну посмотреть-то хочется, ведь я действительно купил в магазине Нет, тогда нужно будет откроешься, ну зачем сейчас? Во-первых Я не понимаю Если я не... Во-первых, это, мне кажется, другое, извините, пожалуйста Как другое? А вот то Что у меня тут за мной? Это Саша Горшков, пожалуйста Ну что вы мне говорите-то? А-а-а Это фотографии футболистов «Зенита» Слушай, а продавали в отдельный презервативы? Ну? Честное слово Зашёл в магазин, там много Я ещё так... Значит... Да ты что? Серьёзно, я зашёл... Я... Прохорова Это сам Прохорова На матчи нашей команды не пускать, правильно? Ну ладно Будем ходить... Будем ходить на другие... Нет, Сергей, это подарок, это подарок тебе Спасибо Он подарок тоже Сергей Мегецко Ну? «Зенита Ленинград» Санкт-Петербург Серёжа, теперь ведь твой розыгрыш А, мой? Да Ну сейчас Забыл, сбил Вот в одном подземном переходе Сидел музыкант Сидел, стоял мальчик И делал руками, двумя руками и двумя ногами очень простую комбинацию Я её вот могу повторить и могу показать Веришь ты в то, что ты её не сможешь повторить Она очень простая, простейшая Но ты, но вы, но мы Все, кроме меня, её повторить они смогут Ну чё, поверим? Дядя, секунд Я тебя спрашиваю Мы все Все, да, на всех сразу нет Я не верю Я тоже, вот, если считаешь, что это правильно Ну ладно, я покажу тогда, да? А где, кто смотрит? Какая камера? Да все снимают Это, да Комбинация такая, значит Вот, да Малис На минутку, да? Ага Михаил Семёнович, хотите попробовать? Сейчас Михаил Семёнович попробует Я сразу скажу, что я точно не смогу Ты что? Сергей Мегинско, замечательно И его друзья Спонсор программы Торговый мир Светлановский Ешь продукцию агат Будешь сыт Будешь рад Вкусно и недорого В магазинах города Канасет поздравляет с Новым Годом И проводит акцию Две тысячи Купи на две тысячи долларов И получи две тысячи рублей Купи на двадцать тысяч долларов И получи двадцать тысяч рублей Или путёвку на Канары Канасет Качество во всем Глотаем Капаем Колем Приятно? Нет Помогает? Не всегда Что делать? Новейшие технологии Против старых заболеваний Айрис Просто наклей на больное место Сергей, пожалуйста Присаживайтесь Спасибо О, нет Мне кажется, что я буду сидеть высоко Это Михаил Семёнович Это чтобы повыше Ну, хорошо А что, нормально? Нормально, да? Сергей, не низко, нет? Еще раз, пожалуйста Не низко, нет? Нет, не жури Нет, нет, хорошо Я его вижу Нет, нет, мне очень хорошо Чтобы я его не видел А то приходил Вот так Да, Серёж, что это да Да, молодец, молодец Спасибо Итак, пожалуйста Михаил Семёнович У вас самая старшая карта Вы высоко сидите Ну, что делать-то? Вы выбираете, кому будете рассказывать историю? Вообще, не хотелось бы Но придется рассказывать что-нибудь Но я так понимаю, что в клубе Нужно говорить только правду Конечно Это заявление, да Значит, слушай, Игорь Давай Несчастный Сюда Я сейчас все расскажу Значит, у нас Вот я вспомнил Вот почти Когда я был совсем молодой Это было Значит, ну Пятидесятые там В конце годы Там какие-то В глаза, в глаза Ну да Мы ходили с друзьями Тоже в баню собирались Тридцать первого декабря Нет Мы каждую неделю мылись Смертоплощение Мы, значит, это Ну, нет, мы сейчас А пока выгодятся Вообще Я не знаю А банни тогда были Знаешь, какие, Игорь Ты не помнишь Ты молодой человек Вот так Стоит очередь большая Дикая очередь стоит И когда подходит очередь Открывается дверь В зал туда И один такой Здоровый Он говорит Два человека И там два человека входит Так Три человека А в женской тоже С тобой мужик стоял Да? И в женской Я стоял Меня потом оттуда убрали Ну, не важно Я, значит Я, значит А мы Я зашел к своему другу Говорю Давай, пошли в баню Он говорит А у меня был такой Фибровый чемоданчик Маленький, красный Знаешь, были тогда Обычно такие Фибровые Ну, там у меня Там шмотки свои Там всякие Носочки, тросы Да, поменял Носочки, там Полотенце, мыло Там, ну, все И я с этим чемоданчиком К нему зашел домой Мы с ним Я говорю Вася, пойдешь И мы идем уже Я иду в баню Он говорит Сейчас пойдем Сейчас я спрошу маму И я зашел к маме Потом он вышел Потом все И в это время Когда я зашел к маме К его Ну, поздороваться Все В это время Этот гад Ну, мы разыгрывали Друг друга страшно Мы разыгрывали По любому поводу Этот гад Берет Втихаря Впередней Я не вижу Вынимает Мое белье Прячет И засыпает Из мусора Много ящика У него там У него там Ведро полное Ведро Окурки Все И закрывает Я Ничего не подозревая Прихожу Он не пошел Я прихожу В свою очередь Собновлюсь Наконец Там Три человека Я захожу Восьмой номер Открывает Такой шкафчик Шкафчик Так стоит Ряд мужиков Кто-то раздевается Кто-то одевается Я Ставлю свой чемоданчик Раздеваюсь Все Себя снимаю У меня открыта Дверца Шкафчика Моего Открываю Чтобы взять Мыло Там Все Прочее Окурки Полный чемодан Я Даже Не соблюдал Что произошло Я смотрю И только слышу Хе-хе Я вообще Такой Хе-хе Что такое И пошел Хохот Я захлопнул Начал Надеваться Быстро Все на себе Натянул Я представляю Какое у меня лицо Было Хохот Гомерический Я закрыл Оделся И слышу И все Начинают аплодировать Голые Мужики Ставят И вот с этих пор Я решил стать артистом Понравится Первое аплодисменты Первое аплодисменты Первое аплодисменты И я Но я пришел К нему домой Сразу открыл почтовый ящик Весь мусор К нему Это я И после этого Мы отомстили Мы в то время Делали такую хохму Может кто-нибудь знает У нас еще мало телефонов Было в квартирах И мы звонили Значит Кто-то Женщин Наших Девчонок Звонил И говорил Квартира такая У вас такая Это телефонная станция Бутевец Сколько у вас Телефон Такого-то Проводы у вас Приблизительно По комнате Да Сколько метров Приблизительно 20 метров Спасибо Можете засунуть В заднюю И вешает трубку Все Мы этот вариант Проделали Мы этот вариант Проделали После этого Дальше Дальше Хохма Не кончено Звонит Мужик У нас был Юра Вот с таким Басом Алло Добрый день Дайте У вас 18-ое отделение Милиции Сержант Попов Сержант У вас Вам звонили Хулиганы Недавно Да Вы понимаете Хулиганы Задержанные Будьте Лебедны Что они вам Там сказали Вы спросили Сколько метров Провод Вам сказали Засунуть Задницу Понимаете Понимаю А это Когда Сколько Времени Прошло Ну Минут 20 Тому Назад Ясно Можете Уже Вынула Такие Озорняки Были В детстве Бандиты Были Просто Бандиты А Михаил Семенов Хулигани Да Ну Я себе Рассказывал Что в детстве Смех нехороший Смех нехороший А что О чем спросить Про окурки Или про Аплодисменты Не о про окурки А скажи Мне Правда Это Или ложь Про баню Про все Вот этот Весер Рассказ Игорь Короче Нужно угадать Какая там Карта Красная Или черная Да Еще для тебя Так Он сейчас Его По-моему Жармет Супер Правда 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 Все с ума Это неправда Михаил Семенович Первая Эшку Спонсор программы Торговый мир Светлановский Мы с Игорем И с Михаилом Семеновичем В разное время Работали в одном и том же театре В малом драматическом А кстати я знаю что у Михаила Семеновича Там и супруга служит Абсолютно Не умеешь Ну зачем Нет служит У меня хорошее настроение И так Это я просто про географию говорю Значит Что попасть из малого Драматического театра Из театра Европы В мой театр Нужно пройти по переулочку Маленький переулочек И сразу упираешься Вот в мой Фасад моего Огромного театра Упираешься через Ну А грубо говоря У тебя же Упираешься 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 И вот И вот Я стоял Я стоял Возле окна Репетиционной комнаты На третьем этаже Это было лет 15 тому назад У меня ничего Не выходило тогда У нас был объявлен Получасовой перерыв По моей вине Не выходило Ну Сцена не шла У тебя Сцена не шла Я уткнулся У тебя сцена не шла У меня сцена не шла А кто еще там занят был Какая разница Товарищ Ну ну Носом я уткнулся В стекло В стекло И стоял Смотрел Что происходит На улице В это время Со стороны Немского проспекта Это Ну да По правой стороне Да Шел Человек Вы его знаете Это артист Я не буду Называть его Фамилию Почему Не важно Он шел Он шел Очень быстро Вы ощущаете Что он куда-то Спешил С каким-то делом Он выбивался Из общей Из общей Ну Из общей массы Вот эти Что он спешил Нет Он шел Вот Возбужденный С Авоськой В руках А да он Со стороны рынка Возвращался Там в магазин Подварчик Приступочка А знаю Как же Как же Остановился И сделал так Эх Мол Здесь Эх Сел на приступочку На Которую Магазин Да Открыл Авоську А тут достал Бутылку водки Только не надо Ты это видел Да Рюмочку 150 граммов Граненый стаканчик Открыл Открыл Ну вот такая Вот Вот Незамер Открыл Бутылку Налил До краев Выпил Налил Вторую Выпил Перекурил Ну Сколько Ну минут 7 Прошло После Перекурил Две Налил Третью Понимаете Ты говоришь Перекурил После После Второй Перекурил Вместо Закуски Что Я могу Сначала Нет Не знаю Вот ты мне Объясни После Выпил Первую Так После Закусил Налил Еще Одну Выпил Вторую Ну я и говорю После Этого Достал Папиросу Перекурил Так и Говори Ну ему Слава Хорошо Он Налил Третью Выпил Ее Сел Через Минут Пять Он Расслабился Прибалился К стене Протянул Ноги Это все Я смотрю У меня Ошеломленно Я это все Вижу А репетиция Идет у тебя Репетиция Стоит Пока Через Пять минут Он справил Малую Нужду Лежа Это прямо На роде Сидя Днем В час Полтора Дня Через Справил Малую Нужду Через Еще Три Четыре Минуты Подъехал Наряд Милиции Его Погрузили И Увезли После Этого Я пошел Репетировать И сцена У меня Пошла От всего Увиденного Сцена У меня Пошла И через час Моя репетиция Закончилась Вот такая История Скажи пожалуйста Могло Это все Быть Или не могло Я понимаю Во-первых Это хороший метод Чтобы сцена Шла Я имею ввиду Историю Историю Я А какой Внешний Из чего Он состоял Это уже Ну Шляпи За дополнительные Вопросы Дополнительные деньги Это был Один Известный Вам Человек Артист он Да Артист Артист Михаил Семенович Ты знаешь Я тебе так скажу Сергей Григорьевич Да Сережа Дело серьезное Значит Он Это Не закусывая Все это А ты помнишь Как А ты помнишь Как было Тяжело В 60-е годы Это было 60-е годы А лет 15 назад Ты уходишь что Дай мне Это же лет 40 назад Было Если 60-е годы Миша Но ты все время Уходишь в сторону Я люблю точно Конкретно Выпил одну Закурил Выпил вторую Закурил Вот это вот Называется Валентинка Это 14 февраля Это от меня Вашей супруги Слышишь Происал Косин Тебе Сейчас мы продукт Наберем Спонсор программы Торговый мир Светлановский Эта история Связана с той самой Песней Которую я пел В начале Называется Анна Комарова И место это Называется Комаров Которым я часто Бывал Бывший студент Там приятель Мы часто там бывали Купались на озере Щучьим Ходили на залив Но тогда у меня Была машина Я ездил туда На электричке Потом пешочком От электрички А там недалеко Да А где-то года 3 назад В конце зимы Или в начале весны Это был то ли Конец февраля То ли начало марта Мы поехали на кладбище На котором похоронен Наш мастер Рокодич Кацман На годовщину Значит Встретим Мы обычно там Собираемся И мы поехали на машине Причем поехали Такой вереницей Несколько человек Кто-то значит На своей Кто-то еще на своей Кто-то А поскольку у меня машина Я ее недавно приобрел Она была очень хорошая То есть она Сейчас уже хуже Потому что ее разбили Недавно И у меня половина машины От другой машины Приставлю И она теперь Но марка-то осталась та же Марка осталась Спереди та же А сзади Наклеек не было Я от Мерседеса Приклеил Навороченная такая машина На самом деле Фиат А сзади Мерседес Как будто И вот я на ней еду И меня уже раздражает Погода не очень хорошая Вот эта летит Снег, да? Ну, из-под колеса Там же не снег, а дрянь всякая Я думаю, что я в третьей еду Потому что дорогу на машине Я не знал Честно говоря То есть, ну, Комаровой Я представляю, что это Не доезжая из Зеленогорска Да, по трассе И я вырвался вперед Я их обогнал На своей хорошей машине И уехал вперед Думаю, я первым приеду Едем А там, оказывается, две дороги Одна нижняя Другая верхняя В Комаровой, если ты знаешь А там вдоль железной дороги Другая поднялась Конечно Два шоссе И я еду Я еду Еду-еду 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 С женой Жена рядом Она у меня всегда штурман Я страдаю топографическим дебилизмом Я говорю Да смеетесь Жена уже не смеется Она вначале смеялась Потом она говорит Привыкла Я издеваюсь Потому что я всегда еду в ту сторону Вот мы едем-едем Едем-едем Никакого не указателя Ничего То есть я смотрю по этому Спидометру Что мы слишком долго уже едем Кончается с тем Что она говорит Подожди Надо у людей спросить А я же как-то так Не соотношу Ну Комарова Кладбище А в свое время действительно Эта песня была популярной Однажды меня даже на вокзале Встречали с таким маленьким оркестром Который Я выходил на платформу А они играли Да-да-да-да Такий пионерский ансамбль Такой, знаешь Тригорная Бум-барабан Она была очень пуляная Очень И мы останавливаемся Я выхожу И тут значит такая компания Человека четыре Две девушки Два парня Какие-то дети с ними Немножко видимо Это воскресенье было Наверное И я выхожу из машины Я говорю Простите, пожалуйста Вы не скажете Где-то Комарова А то мы что-то едем-едем А Комарова нету Одна девушка Один парень стал Говорить Так, значит Вы откуда едете? А куда едете? Я говорю В Комарова А вам куда надо? Я говорю В Комарова И вдруг одна девушка Начинает страшно ржать Ее просто вот Колики у нее Она буквально падает В снег Ребенок плачет Потому что мама Видимо Блинула с мозгами Ребята ничего не понимают Она смеется Показывает на меня пальцы Нет ли здесь скрытой камеры Вер ищет Комарова В общем, я взбешенный Я так про себя сказал им Что я думаю про себя Селим в машину Едем дальше Встречаем Такая пожилая пара Идет интеллигентных людей Мы спрашиваем Где, значит Здесь Комарова Они мне сказали Вот здесь вы доедете И наверх Оказывается, мы по нижнему ехали И там, чтобы попасть на камеру Надо вверх проехать А там довольно крутой А март месяц И дорога скользкая очень И я И никак Так мы доехали до Зеленогорска В Зеленогорске, значит Нашли одного попутчика Который Это было воскресенье Потому что все немножко были Как бы Пьяные И он тоже То есть мы доехали до Зеленогорска Потом взяли этого человека Который говорит О, мне как раз Питер Я сейчас покажу Ну, говорит Ну, ты не знаешь Где Комарова И он всю дорогу Показывал на меня пальцем И все время смеялся Где Комарова Где Комарова Я его как бы разыграю Но довез Мы, значит, его высадили Там я говорю На кладбище О, не поеду На кладбище Я домой пойду На электричку Вот Вот такая история Веришь ты, что это было На самом деле, Сережа Или не веришь? Да, верю Сергей, да веришься Сразу, без всяких вопросов А что? Он знал Он знал Это действительно правда Игорь, нет Нет, нет Игорь, нет Тут же я не радуюсь Этой победе Этому очку Ты очень здорово Рассказал Видение было Очень хорошее Вот такая вот история Спасибо большое Это к блефу не имеет Никого отношения Первое очко Ну А у меня одна обезьяна Это все забезет Даже это вот Выпило все Ну что вот Даже ни банана Ничего Спонсор программы Торговый мир Светлановский Айрес Универсальные технологии Облегчение без усилий Слабительные средства Тесосен И ваш день станет легким Уже с утра Северо-западный GSM И авиакомпания Пулкова Представляют 18 и 19 февраля Большой концертный зал Октябрьский Живые концерты Валерия Меладзе Новая программа Все так и было Генеральный информационный спонсор ТРК Петербург Концерты пройдут При поддержке Радио Балтика Радио Европа Плюс И журнала Телеман Через несколько дней Будет замечательный праздник Который ворвался В нашу сумасшедшую жизнь Это 14 февраля День Святого Валентина Как известно Святой Валентин Это покровитель Влюбленных всего мира И я, например, рад, что это замечательный повод Лишний раз сделать подарок своим любимым И вы знаете, вот как раз за подарками я приглашаю вас в магазин нашего спонсора А наш спонсор сегодня Это торговый мир Светлановский Который находится по адресу Проспект Энгельса 29-1 Это европейского уровня галереи В которой находится более 50 современных салонов В которых можно купить шикарную и практичную мебель Бытовую технику Товары для дома и для семьи Товары для спорта Нижнее и верхнее белье И, конечно же, там можно хорошо отдохнуть Потому что там есть кафе Там можно припарковать машину Там можно, кстати, купить продукты И каждую субботу в 18 часов там проводятся показы мод Спонсор программы Торговый мир Светлановский Серебряца лун Это наша песня такая Да давай Вы, наверное, ее знаете, если знаете, пойти со мной Серебряца лунным светом облака Стук колес и парохода свистути Хоть была у нас дорога нелегка Как приятно посидеть среди своих Помолчать, поговорить, затеять спор А потом, подсевши к другу своему Повести неторопливый разговор Вспоминая и Париж, и Кострому И до утра нам не заснуть Ну, как приятно хоть немного отдохнуть И до утра нам не заснуть Ну, как приятно хоть немного отдохнуть В каждом зале много есть друзей у нас Хоть недолго нам придется здесь пробыть Расставаясь и встречаясь каждый раз Успеваем мы смеяться и грустить Куда бросит нас судьба не знаем мы Знаем только впереди дорога ждет Замелькают полустанки города Пассажирский поезд вдаль нас повезет Опять вагон, опять нам в путь Ну, как приятно хоть немного отдохнуть Опять вагон, опять нам в путь Среди друзей всегда приятно отдохнуть Среди друзей всегда приятно отдохнуть Среди друзей всегда приятно отдохнуть Браво Игорь Скляр Замечательный Молодец Михаил Семенович Хороший ответ Я не слышал, Михаил Михаил Семенович, а я вот хотел спросить Вот вы же сказали, что у вас музыкальное образование Может мы тоже как-то А мы-то подпоем А Михаил Семенович Ну, тем более, что сейчас А чего? Сейчас столетие Дунаевского отмечают Буквально и в Москве, и в Петербурге На-ра-ра-ри-ра Ух ты, Дунаевский А что? Вы же, ясно, играли на гобои, да, ведь, по-моему? Ну и что? Или на мандолине, я вот не помню И на мандолине Мандолину я преподавал, а на гобои играл Ты... Ты... Ты на мандолине преподавал Мандолине Я на мандолине Мандолину преподавал А что ты имеешь в виду? Ну, что ты спеть просто У нас тут специально рояль в кустах, вот смотрите Я могу, знаешь, успеть? Я могу какую-то песенку-легкую, типа Капитан, капитан Ну, это же Дунаевский Давай споем, да? А легкая подпевочка, а не нужна, скажи вам? Не, 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 не Подпевочка А припев сейчас буду... Слушай, подожди, давай, а ты Миша, знаешь что? Как-как-как? Первый раз такую мелодию слышу, да? Слова знаешь, Миша? Сейчас, я знаю, пойму Слова неизвестны Жил отважный капитан Он объездил много стран И не раз он борозил океан Раз в пятнадцать он тонул Погибал среди акул Но Ни разу даже глазом не морганул И в труде И в бою Напевал он всюду песенку свою Капитан 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 Улыбнитесь Здесь улыбка Это флаг корабля Капитан Капитан Ну подчинитесь Только смелым Похоряются моря Но Ну как правильно сказал Михаил Семенович Светин Но продолжение этой программы Вы увидите в следующую субботу Потому что в этот раз За игровым столом Блев Клуба Была такая теплая, дружественная, веселая обстановка Что мы просто побоялись ее нарушить своими телевизионными ножницами Так что смотрите продолжение в следующую субботу А еще раз с большим удовольствием хочу напомнить Что подарки в Дню Святого Валентина Лучше всего делать в Торговом Мире Светлановский Проспект Энгельса, 29, дробь 1 Спонсор программы Торговый Мир Светлановский Торговый Мир Светлановский Торговый Мир Светлановский